Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 15 июня и ровно 10 дней назад я показывала вам, как я делаю стрижку своих томатов. Вот сейчас через 10 дней я зашла, они конечно все заросли, я вот снова состригаю все листья и хочу подойти вот к этим кустам, которые сильно-сильно цветут обильно. И еще раз обратить ваше внимание на удаление лишних цветов, это очень важно. Я вот 10 дней не заходила, нужно было пораньше конечно зайти, но у меня сейчас я высаживаю все в открытый грунт, работаю как негра на плантации с утра от заката до рассвета, осталось еще дня 3, все высажу, потом буду чаще снимать видео, сейчас некогда, нет даже ни минуты. Вот сейчас раннее утро, я зашла, чтобы скорее обстричь, а потом пойду дальше опять высаживать. Томаты растут тут и без моего участия хорошо, но вот видите на полу, валяются вот эти вот цветы. Именно про цветы я хочу сказать еще раз. У меня вот в этом году получился такой казус, я вам говорила, что я вот эти цветы не убираю, потому что это у меня мелкоплодный сорт, вот эти вот, сейчас покажу, русские колокола, вот видите они как такими, как пальчиковые, и я хотела их не удалить, потому что они идут мелкоплодные, они идут равномерные все, не бывает такого как у крупных, нижняя большая, а выше мельче-мельче, я оставила все цветы, но потом вдруг оказалось, когда начали наливаться плоды вот на этих, что тут у меня пересортится, это крупноплодные остальные, вместо русских колоколов затесались какие-то крупноплодные сорта. Наверное это русский богатырь, там рядом коробочка стояла с семенами, русский богатырь и русский колокол. И вот получилось у меня, как по этой, по пословице, на старуху бывает проруха, получилось пересортиться, и вот эти все цветущие, из которых я хотела получить русские колокола, ну ладно, здесь-то русские колокола, а вот это русский богатырь, он очень крупноплодный, и вот эти цветы мне не нужны, как бы не было жалко, удаляйте цветы, если они у вас сорт крупный. Вот смотрите, я пришла, вот валяются мои цветы, я сейчас покажу, как я обрезала. Вот, короче, вместо мелкоплодного получился крупный, и получились, что кисти уже почти, вот смотрите, раз, два, три, четыре, пять, ну их больше шести или семи, ну от силы семь, растению все равно не вытянуть, ну не осилит оно его, чтобы оно не тратило зря время и питание на цветение, вот на формирование, видите, они даже самые маленькие, даже в высоте, они все стараются завязаться, их будет, как всегда, очень много-много, но будут они мелкие, а я хочу получить крупный, раз это крупноплодный сорт, все, я все убрала, все цветы, вот оставила раз, два, три, четыре, считаю кисти прям пять, шесть, семь, вот это уже восьмая, и все макушки выше этого, видите, прищипнуты, я все удалила, да, уже в июне, да, это рано, но этому растению достаточно вот семи-восьми вот этих кистей, представьте, если они будут вот такие крупные все, восемь кистей, это и то большая нагрузка вот на это растение, тем более у нас короткое лето, а здесь сколько, я посчитала, тут и по 12 кистей, кисти вот такие вот массивные, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двадцать, 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 двадцать шесть, двадцать шесть цветов, если они все опылятся и завяжутся в одной кисти, представьте, двадцать шесть цветов, И вот эти кисти, они тоже такие же, они как бы многодетные такие, очень-очень много, удаляйте, не жалейте, прям обрезайте. Я вот эти вот макушки, вот, все, я уже ее обрезаю, оставляю 1-2 листа после кисти цветочной и обрезаю, иначе никаких крупноплодных томатов я не получу. Все вот это у меня уже обстриженное, я вот тут все убрала лишнее, сейчас я ее стяну, подвяжу и все. Формирование вот этого куста на этом у меня уже закончилось, хотя средина июня, но я уже оставила то количество кистей, которые растение сможет вынести, выходить, сможет дать хороший, крупный, полноценный, хорошего качества плод. Вот, все, я подвяжу больше к этому томату, я вот даже не буду подходить, но тут будут, если какие-то вторичные пасынки вырастать, я просто буду выщипывать и все. И вот надо формировать уже в то время, когда вот столько много кистей, не оставляйте цветы, не жалейте их. Это кажется вот сейчас, что так красиво, так хорошо они цветут, но они вам испортят все томаты. Ну как, будет много мелких, ну разве выносит один томат вот столько-столько-столько плодов, если он должен быть 500-600 грамм, нет, конечно. Все, мне сильно некогда распространяться, но я думаю принцип вы поняли. Не жалейте цветы, оставляйте 6-7, сколько там, ну 8, если хотите побольше кистей, остальное все удаляйте. И в кисти, если крупноплодный плод, тоже оставляйте не больше 5-6. Я вот оставила, смотрите, вот 4 уже завязалось, вот они они, и 2 оставила вот там пупырышки, ну они уже опыленные, все маленькие. И также следующие, потому что больше 4 томатов вот таких больших, 4-5, 3 даже если сильно большой, он не вынесет, ну не то, что не вынесет, ясно, что они будут тогда мелкие, если хотите получить хороший крупный, удаляйте цветы, удаляйте лишние завязи, все. Желаю всем успехов, желаю всем хорошего урожая. Я вот зашла сегодня в свою теплицу, была приятно удивлена, мне некогда, я их бросила тут, а они без меня живут своей жизнью. Столько томатов налилось, столько помидорок, прям сердце радуется, молодцы помидорки. Дальше так, и вот хочу, про эти опять, про баклушки, у меня все спрашивают, как в баклушках поживают. В баклушках томаты тоже очень хорошо завязались, вот все они увешаны, много-много-много, до самого верха почти завязали кисти. Так что я поняла, что в баклушке томат тоже можно вырастить, ну в смысле как сначала в баклушке, а потом закопать эту баклушку в теплицу. Все, до свидания.